Ох, ну что, мои любимые зрители, наконец-то, наконец-то у меня дотянулись руки сделать этот видос. Давно уже, в принципе, обещал. Это второе видео, как бесплатно поставить любой официальный, можно неофициальный загрузочный экран. Я делал первое, да, но оно мне не понравилось, понимаете, то есть вышло не совсем качественно, как я этого хотел. И все это видео я пытался сделать так, чтобы вам было легче это все реализовать. Но мы с вами уже очень многому научились ставить интерфейсы там, оставить курсоры, потом я даже показывал, как куру ставить, потом я снова сниму, ждите видео, как ставить на халяву любую куру. Поэтому, давайте ближе к делу, мы поставим бесплатно офигеннейший загрузочный экран. Абсолютно любой, качественный от Valve. Но, с самого начала, давайте я вам покажу стандартный. Вот, я выбираю доту, запускаю, специально сделал маленьком окошке, да, чтобы вам было видно. Вот, это стандартный загрузочный экран, ну, логотип дота, да, всем нам известный. Теперь, давайте поменяем на новый. Для этого нам нужно будет две программы, в любом случае. Они бесплатные, ссылки, вот вы видите в адресе, также я выложу ссылки в описании этого видео. Первая программа. Это у нас GFScape. Эта программа нужна, чтобы можно было распаковывать ресурсы, которые использует дота. Просто заходим на этот сайт, еще раз говорю, ссылка будет в описании к этому видео на YouTube. То есть, переходите на YouTube, это видео открываете, смотрите описание, и там будут эти ссылки. Все, скачиваем установщик. Также, WTFE Edit. Он нам нужен, чтобы мы могли изменять текстуры. В первую очередь, мы будем менять текстуру загрузочного экрана. Тоже, заходим на сайт и скачиваем установщик. Все это скачиваем, устанавливаем. Там все примитивно, программы проверены годами. Вы видите, в 2007 год я уже много лет с ними работаю. То есть, все качественно. Когда я сделал первое видео, я тоже выкладывал все эти ссылки, все хорошо, люди переходили. Но, у некоторых была такая проблема. Они писали, типа, сайт недоступен и так далее. Честно, я не знаю. Вот этот вот сайт, он был у меня всегда доступен. Ни разу не было такого, чтобы он не работал. Поэтому, еще раз говорю, сайт работает. Если у вас какая-то проблема с этим, попробуйте, не знаю, скачать с другого места. Ну, я имею ввиду, через друзей с работы скачать. Ну, или использовать анонимайзеры. В интернете введите в поиске анонимайзер и через него скачайте. Все. Вы скачали программы и установили их. Молодцы. Самое главное сделали. Теперь давайте настроим саму Dota. Открываем Steam. Видим Dota 2. Правой кнопочкой. Свойства. Установить параметры запуска. И здесь нам нужно добавить только вот эту вот директиву. Я напишу ее тоже в файл. И весь текст я выложу потом в описании этого видео. То есть, у кого нету этой директивы, добавляем сюда. У кого она есть, не надо. То есть, например, вот это все можете убрать. Вот так вот оставить и все, и будет у вас все работать. Также у меня в комментариях спрашивали, обязательно ли ставить этот знак. Да, обязательно. То есть, черточка должна быть в любом случае. Все, видите, у меня все добавлено, все есть. Теперь открываем папку с игрой. Для этого переходим в локальные файлы. Вот сюда вот. Просмотреть локальные файлы. Опять же, так как я снимал много видео по изменениям ресурсы Dota, меня тоже спрашивали, типа, не спрашивали, а писали. А у меня такая проблема, я там не смог найти этот файл, там не получилось. А я им говорил, ты повнимательней смотри, сделай все, как я говорил в видео. То есть, просмотреть локальные файлы, жмем, открывается папка Dota. И внимательно смотри на путь, который указан здесь. В итоге у них потом все получалось. Поэтому вы тоже обратите внимание. Теперь нам нужно создать папки по этому пути. У вас будет свой путь, куда вы установили Dota. Когда вы нажали вот локальные файлы, вот открывается у нас папка с игрой. И нам теперь нужно создать. Вот мы видим, Dota папка, она у нас уже есть. Нам надо создавать ее все. Потом, Materials, у нас этой папки нету. Поэтому мы ее создаем. Я думаю, вы умеете создавать папки, поверьте мне. Потом, Console. Ну, само собой, у нас здесь вообще ничего нету. Создаем эту папку. Теперь, берем, нажимаем сюда и копируем весь путь. Так будет гораздо быстрее. Открываем нашу скачанную программу под названием GFScape. Нажимаем открыть. Все внимательно, смотрите. Прямо сюда вот, в имя файла вставляем путь. Поднимаемся на два уровня вверх. Вот где моя мышка. Раз, два. И открываем файл под названием Pack01dir. Этот файл заголовочный. Он содержит адреса других ресурсов игровых. Вот они, видите, все раскиданные. То есть, когда мы открываем этот файл, грузятся все эти ресурсы. Опа. Опа, все зависло. Нет, нормально. Все, вот мы видим игровые ресурсы. Далее, переходим по пути Materials, Consoles. О, что же мы здесь видим? А мы видим LoadScreen. О-о-о. О чем-то это говорит. Теперь, давайте мы сделаем, два раза нажимаем по заголовку программы, чтобы немножко так поменьше сделать окно. И отсюда вот, вот мы выбрали, да, консолы. Такой адрес будет, консолы. И отсюда прям нажимаем и переносим, переносим, братюня. А он переносит. Так, подождите, думает, думает. Все, все. И вот я так нажал и перенес сюда вот всю папку. То есть, у нас теперь здесь будет папка со всеми загрузочными экранами из Dota. Понимаете? Вот они, все загрузочные экраны. О, как их много-то! О-о-о-о! Мы до этого установили вторую программу. С помощью ее мы теперь можем смотреть эти ресурсы. Смотрите. То есть, что нам теперь нужно сделать? А, в принципе, все уже готово практически. Мы заходим в эту папку, открываем любую папку загрузочным экраном и смотрим. То есть, мы теперь даже можем посмотреть заранее, как он выглядит. Ну, давайте, например, Альянс. Да, можно. Альянс, вот и скрин. Заходим, открываем файл VTF. Ну, мы вот видим по размеру, он самый большой. Открываем. И вот наша программа. VTF едет. Вот можно уменьшить. Вот так будет выглядеть загрузочный экран в Dota. Посмотрели? Идем дальше. И вот таким вот способом подбираем нужный нам загрузочный экран. Интересно, здесь есть дракон? Только подождите секундочку. Драгон есть? Потому что мы ставили интерфейс драгона. О, тихо, тихо. Драгон. А я не смотрел ни разу. Ну-ка, Dragon4, это Fire. Секундочку. Это уже мое личное. О, Лина. Заметьте. Здесь, видите, немного у меня растянуто. Это может быть у вас так же будет... Это зависит от монитора. Но! Но! В Dota это все будет идеально. То есть, в Dota будет все красиво выглядеть. И обращайте внимание на это. Все, мы быстренько посмотрим. Так, что у нас здесь есть? Подберем себе. О, Дров Рейнджер. Какая она крутая у нас. Так, Драгон Террор. Угу, Фантомка. Ну вот, короче. Например, давайте что-нибудь подберем и поставим. Зодиак. Кто-то тоже писал в комментарии, ему нравится Зодиак. А, это Зодиак, он у меня стоял. С того видео я так не убирал его никогда. Он много-много времени стоял. У меня загрузочный экран этот. Йодота. И такими темпами мы здесь можем все пересмотреть. И поставить себе любой. Сейчас я вам все покажу. Урса. Вот Урса. Ладно, давайте поставим мой любимый. Потому что я не смотрел остальные. Потом посмотрю. Поставим Зодиак. Опять же. Тот, который стоял у меня все это время. То есть, заходим в любую папку. Посмотрели, да? Опа, нам понравилось. Закрываем. Нажимаем копировать. Поднимаемся обратно. Вот наш путь. Помните? Дота. Материал с консоль. Консоли. И прямо сюда вот вставляем. Вставить жмем. Потом просто переименовываем. Все. И мы все сделали, понимаете? Все настолько просто. Мы ставим на халяву очень качественные загрузочные экраны. И все. Осталось дело за малым. Давайте проверим, что у нас получилось в итоге. Открываем Steam. И запускаем доту. Вот мы видим, что у нас изменился загрузочный экран. Хочу вам напомнить, что загрузочный экран меняется в двух местах. При загрузке доты и при загрузке матчей. Также смотрите. Очень важно. Переходим в магазин. Снаряжение. Любого героя выбираем. Общие предметы. Обратите внимание на этот своего загрузочный экран. Если он будет пустой. То есть у нас здесь ничего не будет выбрано. То у нас будет халявный загрузочный экран стоять при загрузке доты и при загрузке матча. Но если мы здесь выберем другой загрузочный экран, то халявный будет стоять при загрузке доты, а при загрузке матча будет стоять тот, который выбран здесь. А на любом случае мы отсюда убираем. Все. То есть теперь у нас будет и там и там один загрузочный экран, который мы поставили на халяву. Ну и все. Давайте я вам сейчас тогда покажу, как это будет выглядеть во весь экран. Просто магия. Теперь мы видим доту во весь экран. Создаю локальное лобби и проверяем. Может быть я вас обманул. Может быть картинка будет какая-нибудь некрасивая. Мне же делать больше не хрен. Ну что ж. Просто лепота. Просто муа. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал. Пишемся на канал. Пишемся на канал. Продолжение следует...